Друзья, добрый день! С вами компания Династия, зовут меня Олег. И хочу я вам показать очередную выставку ножей, которые мы подготовили для вас. Вы можете их купить в нашем интернет-магазине и также на выставках. В первую очередь, ребят, я вас хочу пригласить на выставку. Это в город Новосибирск с 11 по 14 марта. Я буду там. Всех жителей я приглашаю, можете посмотреть и купить вот эти ножи на стенде. Это будет выглядеть примерно так. Далее, с 26 по 29 марта я буду находиться в Красноярске. И с 2 по 5 апреля буду находиться в Москве на выставке Клинок. Скорее всего, я еще поеду в Иркутск. Это я буду... узнаю позже, уточню для вас тоже информацию. Так, друзья, ну приступим. Хочу вам показать, что мы сделали. Значит, начну, наверное, давайте вот все-таки с авторских ножей, которые я сделал для выставки. Это композиция. Называется она «Портовый». Композиция полностью соблюдена всеми правилами игры. Это для тех, кто в теме. Клинок очень дорогой здесь. Очень дорогой. И он исключительный. Смотрите, выполнена инхрустация в виде фишек, нарды, зарики, карты. Клинок достаточно толстый. 4,5 мм. Идут такие подводы. Мозаичный Дамаск. Выполнена подставочка с бивнем мамонта. Соответственно, из черного граба подставка и бивень мамонта. К нему также будут идти хорошие ножны. И планирую доделать это специальную шкатулку. Ну, как ленджмент такой, так назовем. Идем далее. Нож Барс из Дамаска. Смотрите, так, в прокладках Макумы Гана. Работа очень серьезная. Просто такой красавчик. Далее. Больстер Макумы. Вставочка бивень мамонта. Рукоять стабилизированный граб. Планирую нанести тоже инхрустацию в виде кельтских узоров. Это будет все сделано. Потом. Так называемые ножи у нас вот есть. Перья. Перо. Вот есть перо номер один. Давайте я вам его покажу. Смотрите, я не знаю, передаст ли вам камера эту красоту. Просто вот. Просто балдею от рисунка. Здесь идет Низельберг. Вставочки бивень мамонта. Соответственно, идет корень ореха. Рукоять. И номер два. Вообще просто красота. Смотрите. Также три таких вот ножичка. Все они, соответственно, классические. Почему именно эта форма? Потому что эта форма, она универсальна и подойдет подо все цели. Как хочешь, ей можно работать, маневрировать и по зверю, и колбаску нарезать. И, ну, я понимаю, вы сейчас скажете, что цена дорогая, это больше как полочники. Нет, это не так. Им также можно работать. Твердость 61,62 единицы допускается в Дамаске. И нож действительно очень уникальный по-своему. Здесь вообще такая сетка сделана. Это что касается вот таких вот ножичков. Ребят, по поводу финок МКВД. Вот, смотрим. Будут на выставке финкой стали Д2. В таком вот чехле. Также вы можете, я повторяю, купить на нашем интернет-магазине, заказать. Мы все это сделаем, отправим в любую точку мира. Финка уникальная полностью, наша разработка. Я думаю, многие согласятся, что это, наверное, лучшее из возможного. Потому что, судя по отзывам и как вы их покупаете, это просто нонсенс. Вот сталь Д2 с такой рукояткой стабилизированной карельской березы. Знаменитая финка, она идет как без упора сталь Х12МФ. Вот это универсальный нож вообще абсолютно. Им можно проделать любые функции на природе, на охоте. Работать как дома на кухне, так и просто положить даже в машину элементарно. Красавчик. Он есть на сайте, он идет со скидочкой. Заказывайте, не пожалеете. Финочка по якутской тематике. С прямым спуском. Здесь идет клин. Обушок 4 мм. Долг. С одной стороны долг. Нож. Это наша разработка, моя идея. Обсуждайте, пишите в комментариях. Ну просто вот мне так вот хочется. Я так увидел его. И он достаточно на самом деле очень тоже зарекомендовал себя. Есть финка из стали М390. Порошковая сталь. С двумя больстерами. Обзоры на нее есть. Вы также можете купить на выставке. Это все будет представлено. Нож. Шкурадер. Охотничий нож. Драть. Кто занимается зверем, шкуру на охоте. Цельнометаллический. Рукоятками карта. Хоть бросите его там в воде, он ей век ничего не будет. Нож леший. Классический универсальный нож. Из Дамаска. Вставочка акриловая. Нож оберег. Оберег. Сталь здесь идет К340. Вставочка бивень мамонта. Рукоять стабилизированный граб. Также закажете, выполним все, сделаем все, отправим. Переходим к таким вот ножичкам. Это Охотник. Сталь из 390, порошковая. Железное дерево Айронвуд. Финочка. Универсальная классика. Тоже их было продано достаточно много на эти спуски. Все довольны, всех никто не жалуется. Нож просто как в машину положить. Чтобы вот на все случаи там что-то достать, на природе приготовить. Салатик. Это такой же ножичек леший. Из стали АС-390. Выполнили так же, как выставочный экземпляр. Это нож Барс. Он цельнометаллический. Многие фултанги спрашивают. Я сделал рукоятками... Извиняюсь, карбон. Это Низельберг. Он идет вот с такими ножнами формованные ножны. На двойном подвесе будут. Вот такой один. Будет на выставке представлен. Нож Соболь. Порошковая сталь М390. Нож в том числе, повторяю, он идет как универсальный нож на Охотника. Чтобы шкурку, ну где-то, что-то подделать. По пушниним удобно работать. Охотничий нож. Шкуросъемный нож Кузьмич. С инхрустацией. В руке вообще сидит как родной. Не скользит. Ничего здесь не будет залипать, натирать. Такой обушок. Спуски прямые. Клином. Очень популярный охотничий комплект Спарки. Он зарекомендовал себя просто высший пилотаж. И именно вот из моего тигельного булата. Цена на него действительно не сказать, что дорогая. За два ножа и вот за такой комплект с такими вот ножнами. Кому не нравится, многие говорили там носить, но кто-то не хочет. Поэтому мы сделали. Он, считай, отстегивается. Вот он, смотрите, ребят. Можете отстегнуть вот этот чехол и носить по одному их. Двойной подвес. Охотничий комплект Спарки. Работа. Это вот крайняя была работа. Буквально прям сегодня я уже доделал нож. Бекас. Из порошковой стали М390. С такой рукояточкой. Вставочка из стабилизированного зуба мамонта. Классика. Универсальный нож. Нож таймень. Охотничий нож. Под шкурку. Вот специально такой ложбиночкой. Не будет затирать. Ну, охотники понимают. Когда вот укол делаешь лосю, чтобы разделывать в кишки, не будет он западать. Меж грудиной там пройтись. Также он отлично. Почему таймень? Потому что рыбу им разделывать тоже будет одно удовольствие. По вашим просьбам. Танто. Вот так назовем их. Танто. От компании Династия. Это исключительно наши, как я их вижу. Не хочу там говорить реплики, не реплики. Это больше так. Ножи там тообразные формы. Тоже сейчас пользуются они спросом. Вот. Они будут на выставке. Вот эти вот красавцы. Сложные ламинаты. И вот есть порошковый сталь М390. Из Булатна есть такого плана. Он будет представлен также на выставке. Ребят, ножи из алмазной стали. Алмазная сталь ХВ-5. Инструментальная российская сталь. Чтобы более понятно было. Это не означает, что она там из алмазов сделана. Но имеет, прозвали ее алмазной, потому что она имеет очень высокую твердость. И вот эти вот кристаллики при травлении, так ее прозвали в простонародье, что это алмазка. Это нож куница. Нож ирбис. И нож-гребник. По ценам, по ценам, ребят, по ценам. Переходите по ссылке в интернет-магазин. Смотрите. А там на каждый нож будут цены. Просто здесь я сейчас вам точно все сказать не могу. Это сейчас может быть одна цена. Вот, допустим, на порошке. Они дорожают. И поэтому потом будет другая. Поэтому я говорю. Вот сейчас, к примеру, вот этот ножичек стоит 6,5 тысяч. В таком исполнении. Соответственно, он может быть дешевле за счет изменения рукояти. Дальше идем, ребят. Нож-гребник. Сталь Х12МФ. Это классика. Также у нас он пользуется спросом. Нож-тайга. Кованый нож. Сталь кованая Х12МФ. Нож-леший. Как вы заметили, ребят, формы у меня все классические, прямые, без всяких выпендрежей. Это просто мой конек. Мне вот нравятся ножи, когда они действительно универсальные, рабочие. Нежели чем там с загнутыми носами, опущенными там вниз. Ну, в общем, по ним поняли меня. Вот нож для рыбалки. Нож-гребник. Сталь 95Х18 кованая. Нержавеющая. Рукоять карельская береза. Извиняюсь. Нож-сафари. Из кованой стали 95Х18. Ставочка Катариан. Черный граб. Нож-бурундук. Рукоять-орех. Кованой стали 95Х18. Вот такая группа есть. Ножей три штучки. Это нож-варан, нож-барс и нож-сафари. Это сталь К340. Шикарная сталь. Нарез, просто говорю вам, идеальный вариант. Практически не ржавеет, как сталь Д2. Режущие качества вообще идеальные. Нож-соболь из Дамаска. Вот такие вот ножички сделали. Это вот мини-соболек. Я его так сделал. Это попушнение. Делали заказ одному охотнику. Он просил такой маленький ножичек. Это для работы ему попушнение. Там с зайчиками, скорее всего. Там где-то шкурки отдирает. Шкуросъемный нож-бобр. Из стали К340. С подпальцевой такой выемкой. Очень удобно при работе по шкуре. Одно удовольствие. Работает исключительно одна кисть. Вообще рука у вас не будет уставать. Как поперли, только вот разделы. Спокойно разделать одного ося без всякого там геморроя. Нож-чирок. Сталь К340. И нож Охотник из Булата. Все варианты будут представлены, повторяю, на выставке. Сделали два ножа из стали CPM 110V. Кто в теме знает, что это сталь. Просто высший пилотаж. Тем более ножи здесь идут уже в таком исполнении. А это фуллтанк. Стабилизированный зуб мамонта плашки. Больстер Низельберг. Нож леший. Вставочка бивень мамонта. Рукоять стабилизированной карельской березы. Резаки такие. Кухонная группа будет представлена. Сантоку. Филейные ножи из Дамаска. Из Х12МФ. Кухонные ножи. Из булатной стали. Из 95Х18. Также будет представлен узбекский нож. Пчак. Ручка. Обращу внимание. Тоже ставлю Микарту, чтобы вы могли спокойно его мыть в посудомойке. Вот такая вот группа овощных ножей. Топорики. Охотничий топорик. Такой тяпка. Хоть на васях, хоть куда. Вот этот топор. Сталь Х12МФ. Это как кухонный вариант. Топорик с кованой стали 95Х18. И сербский нож. Кованый. Соответственно, да, забыл показать. Заточка будет. Заточка ножей. Опа. Любого ножа будет вот такой. Ребята, топоры. Весной топор. Забыл вам показать. Блин, сжег я бумажку. Тоже нет у меня бумажки. Тоже он режет. Заточка у него такая острая. Это весной топор. Давайте так пробежимся. Это вот туристический в рюкзак положить. Кто занимается туризмом. Вот раз и вот два. Соответственно, этот побольше, тот поменьше. Опа. Такой вот топорик есть. У него идет кленовая заточка. Это вот дровишки в баньке рубить. Там, скажем, такие небольшие, когда для розжига, мангала положить вот рядышком. Отличный вариант. Топор. Это универсальный топор. Он подойдет и на охоту. Также для дров. И вот такого плана топор. Это вот, чтобы вам показать. Ой, вот. У меня лично в беседке тоже такой же топор, только рука. Я здесь белая. Сколько он у меня работает уже, я не знаю. Ну, много. Вот он точно здесь работает. Ничего нормальницы. Это вот такой топорик. Тоже сделал под выставку. В принципе, на этом пока, ребят. Я вам показал многое, многое. Можете заказывать. Спасибо. И если вам не сложно, поставьте, пожалуйста, лайк. И там пишите комментарии. Просто дело в том, что... Ну, хочу, чтобы побольше людей узнало. Особенно с Новосибирска. Сейчас я первый буду выставку на ней. Говорите своим друзьям. Приглашайте их тоже. Приходите в гости на мой стенд. Стенд будет Кузница Династии. С удовольствием вас все встречу, пообщаюсь. Продам им хороший, достойный нож. Даю вам гарантию, что говна никакого не будет. Будет идеальный вариант ножа. Тот, который вы возьмете в руку и охренеете. Удобство, рукояти, я вам просто гарантирую. Металл, твердость и соответствие его качества, это я даю гарантию. Спасибо, ребят, за то, что смотрите. Выбирайте. Переходите по ссылке. Благодарю вас.